Доброго времени суток YouTube, уважаемая психологическая комьюнити. И в поисковых запросах на наш сайт часто проскакивает момент рассказать о методике MMPI, что такое нормативы. Я неоднократно снимал видео по этому вопросу, как вообще оценивать профили MMPI. Я сейчас не буду вдаваться в какие-то особые подробности. Вот покажу вам реальный профиль. Тут очень-очень много измерений. Соответственно, что такое нормативы или нормативный диапазон методики MMPI Миннесотского многоаспектного личностного опросника. Адаптация Березина на 377 утверждений. Здесь более 10 тысяч измерений. Вот этот график. Он реальный график. Это реальные показатели русских людей, преимущественно мужчин. В процентном отношении примерно 95% мужчин, 5% женщин. И что это значит? Обратите внимание, диапазон нормы в методике MMPI стандартный. Он лежит в диапазоне от 30 до 70 Т баллов. Я сейчас попросил сделать этот график из Excel моих сотрудниц. Они мне вот такой график нарисовали, но допустили ошибку. Обратите внимание, диапазон в MMPI составляет от 0 до 120 Т баллов. Но они стандартными средствами Excel это сделали. И Excel автоматически выдал им 100%. Это не совсем верно. Должно быть 120. Но Excel автоматом это выдал и не принципиально для показа вам вот этой методики. То есть не 100, а 110, 120 здесь должно быть. И соответственно диапазон указан. Вот здесь вот проведены такие красные линейки. Значит Татьяна Викторовна мне их сделала. Диапазон от 30 до 70 Т баллов. Соответственно идут шкалы MMPI. Шкала лжи, шкала коррекции, шкала достоверности, ипохондрии и так далее. Всего 13 шкал. Соответственно у нас в лаборатории рассчитаны на основании более чем 10 тысяч замерений, измерений у нас рассчитаны собственные нормативы. Обратите внимание, они указаны здесь вот цифрами. То есть если у нас стандартный диапазон от 30 до 70 Т баллов. Здесь вот можно такую вот нарисовать фигурную скобочку и написать от 30 до 70. То обратите внимание, как обстоит с этим дело в реальности на российской популяции более 10 тысяч измерений взрослых лиц мужского пола. Соответственно диапазон нормы по шкале лжи составляет 54,9. То есть это средние показатели показаны. То же самое по шкале достоверности, коррекции и так далее. То есть соответственно откладывая два среднеквадратичных отклонения от каждого из этого среднего показателя, мы получаем вот не такую вот прямую, да, как вот здесь вот нарисовано от 30 до 70. А диапазон нормы по каждой шкале он будет колебаться. Ну предположим здесь вот по шкале достоверности он будет вот где-то здесь находиться. Здесь будет верхняя какая-то 2 SD. То есть два средних квадратичных отклонения и так далее. По шкале шизофрении вот она, да, 47. Соответственно мы видим 47,2. Это как бы среднее значение высчитанное нами на основании многих-многих измерений, сотен и тысяч измерений. И соответственно диапазон, общий популяционный диапазон нормы будет находиться где-то вот гораздо выше, нежели вот это показано по шкале, вернее по диапазону в 30Т баллов. Точно так же ситуация будет где-то вот здесь вот находиться по верхнему краю диапазона нормы 70Т баллов. Здесь эти расчеты у нас есть, такие графики здесь они просто не приведены. Соответственно у нас более точная диагностика присутствует, нормативы. Если вот у нас приобретаете методику MMPI, предположим не важно, бланковую или автоматизированную версию, программную, вы соответственно получаете таблицу, в которой указаны диапазонные нормы, на которые можно и нужно опираться в своей оценке лиц, ну кто чем занимается, или это клиника, да, то есть какие-то психические расстройства, шизофрения, МДП и так далее, или же это какие-то промышленные психологи, психофизиологи, еще кто-то, кто занимается людьми, условно говоря в кавычках, условно здоровые лица в кавычках, да, то есть, вот таким образом это все выглядит, диапазон нормы по MMPI. Хотите более точные результаты? Ну вот в принципе можно их взять даже вот с этого видео, если запаузить, переписать себе, что среднее значение общепопуляционной нормы по Российской Федерации составляет 54,9, 64,5, 47,51,6 и так далее, по каждой из 13 шкал MMPI. И соответственно сами, забив это все в таблицу Excel, раскрываю вам секрет, забиваете в таблицу Excel, вводите форму, формулу 2 среднеквадратичных отклонения, и соответственно получите диапазон нормы по каждой из этих шкал. Получили такую таблицу, распечатали ее себе на принтере, заламинировали, положили на рабочий стол, и все, у вас есть диапазон нормы, на которую вы можете опираться, говорить, болен человек или здоров, ну в кавычках, вы меня надеюсь понимаете, коллеги, что мы не говорим о болезни, мы говорим о каких-то симптомах, синдромокомплексах и так далее, понятно о чем идет речь. Вот таким образом вы можете получить, я вам предоставляю вот эти данные, вы их можете использовать, соответственно это очень легко и быстро делается, в течение буквально 2-3 минут, вы получаете вуаля, вы получаете таблицу нормы по MMPI. Ну вот пожалуй и все, если будут какие-то вопросы, задавайте их мне по почте, пишите под видео, ставьте лайки обязательно, благодарю за внимание и удачи вам!